Дарсим Армяне Дарсим Армяне В YouTube-канале RTTV состоялось интервью с Арек Кара, участником платформы Дарсим Армяне. В ходе беседы он рассказал о деятельности организации, планах на будущее и в целом основной цели платформы Дарсим Армяне. Как мы сообщали ранее, платформа занимается различными видами деятельности, направленными на то, чтобы сделать экономическую и социальную жизнь армянских жителей провинции Дарсим в Западной Армении более яркой и значимой, включая поддержку бизнеса. Как мы видим, деятельность платформы Дарсим Армяне получает широкий резонанс не только в оккупированной Западной Армении, но и стремится расшириться во всем мире. В общине Караундж Мартунинского района проживает 107 человек. Об этом в беседе с корреспондентом Арцахпресс заявил глава общины Караундж Арсен Каграманян. После 44-дневной войны в нашем селе поселилась одна семья из Бердзора. Семья недавно получила поддержку от Арцахского отделения Красного Креста. «У нас есть четыре дома в свободном жилом фонде, которые после ремонта мы с радостью предоставим переселенцам. Здание школы нуждается в ремонте, а здесь учится 12 учеников. У нас нет детского сада. Караундж газофицирован, подведены электричество и вода. У нас есть проблемы с поливной водой», – сказал глава общины. Касаясь трудоустройства жителей села в послевоенный период, Каграманян сказал, что 70% походных земель перешли под контроль врага, но жители села не впали в отчаяние и продолжают творить на своей родине. В основном они занимаются животноводством и скельтским хозяйством. В эфире телевидения Западной Армении основательница салона моды Шамшик Анна Аветисян рассказала о происхождении и истории традиционных армянских костюмов, отметив, что в разных регионах Западной Армении костюмы носили как повседневную одежду. Костюмы отличались друг от друга размером, тканью, расцветкой и т.д. В Сосуне, например, в основном носили одежду из плотной и светлой ткани, неотъемлемой частью которой была овечья шкура, учитывая тот факт, что местность горестая и холодная. Воспуракан и Мараш выделились самыми роскошными платьями с уникальными орнаментами. Анна Аветисян также коснулась современных тенденций модного представления традиционных костюмов, отметив, что она сделала шаги в этой сфере, восстановив костюмы Вамвас, Пуракан, Мараша и других регионов и их орнаменты, представив их миру в новом виде. Газета «Жаманак», издающаяся в Константинополе, является старейшей армянской ежедневной газетой, которая выходит непрерывно на протяжении 114 лет. По словам главного редактора газеты Араго Чуняна, коллектив газеты хочет адаптироваться к современной медийной среде. И для этого нужно подготовиться, также требуются финансовые ресурсы. У газеты есть официальный сайт, а также страница в социальных сетях. Издание книг также является частью деятельности. То есть, это не просто газета, а многофункциональная структура. Газета подробно освещает события, связанные с правами армян, оккупированной Западной Арменией, их отношениями с государством, а также статьи касаются Республики Армения. Отсутствие газеты «Жаманак» для тех, кто общается на западноармянском, является моральным обстоятельством, так как для них это сильная опора в СМИ. Глава миграционной службы Армен Казарям принял участие в 112-м заседании Совета международной организации по миграции ООН по теме влияния COVID-19 на границы, миграции и мобильность, извлечение уроков и подготовка к будущему. Заседание проходило в Женеве и было посвящено 70-летию организации. Прошлый год был для нас полом вызовов не только из-за эпидемии, но и из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, которая поставила под угрозу не только глобальный мир и безопасность, но и стала причиной регионального гуманитарного кризиса и массовых депортаций, сказал Казарян. При этом он уточнил, что более 90 тысяч человек стали перемещенными лицами в результате агрессии, 88% из которых составляли женщины и дети. Нубар Азанян, журналист газеты «Иэйн» Озгюр, политика, выходящего в оккупированной Западной Армении, опубликовал обширную статью, в которой упомянул героев, которые выделились в истории своим патриотизмом в освободительной борьбе армянского народа. Ахпюр Сэроп, Андрани Казанян, Геворг Чауш, Мама Сасе, Леонид Азгалдян и Монте Милканян. Журналист с особым восхищением подчеркнул объединяющий их всех великий армянский дух, который невозможно победить или поставить на колени, что характерно только для настоящих армянских героев. В конце своей статьи автор цитирует следующие слова Леонида Азгалдяна «Я умру под стенами Стамбула» и добавляет «Спустя сто лет бойцы батальона «Мученик» Нубара Азанян продолжают освободительную войну Армении». Керамика, оружие, предметы роскоши и другие материалы, найденные при раскопках мавзолея ДМР в селе Наркинге Ташенге, Гаркуникской области, переданы Государственной некоммерческой организации, историко-культурный заповедник, музей и служба охраны исторической среды. По словам руководителя археологической экспедиции Ашота Пилипосяна, раскопки проводились в более чем 40 могилах. По словам археолога, могилы относились к разным периодам – от раннего среднего бронзового века до железного века, то есть мавзолей регулярно использовался около 1500 лет. Археолог отметил, что армянское Нагоре с 3-го тысячелетия до н.э. всегда было густо заселено. Материалы раскопок показывают, что бассейн Севана-Раратская долина Барц-Райк и бассейн Ван были частью одного историко-культурного сообщества. Веб-сайт «Зунтуг» был запущен с целью объединения и предоставления доступа к различным западноармянским ресурсам, материалам, программам и инструментам. Основываясь на установленных и испытанных педагогических подходах, принятых армянским отделом фонда Галуста-Гилбанькяна для содействия и развития западноармянского языка, «Зунтуг» хочет создать целую армяноязычную вселенную, которая будет служить изучению языка. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном видео. YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!